Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Буче. Мы едем вниз и немножко покажем вам нашу жизнь в Буче. Как тут все вокруг обстоит, как тут все выглядит и расскажем вам о местных каких-то интересностях. Да, и о том, чем Буча по менталитету отличается от черновых. Вот мы выходим на улицу. У нас такое двор. Очень красиво следят за территорией. Нам очень нравится. Мы, наверное, сейчас пойдем на какую-нибудь площадку детскую, покажем вам, как тут. Там дальше вон фонтан, но он не работает, потому что холодно. Такое ощущение, что мы как в пансионате каком-то или санатории. Ну, это сеть домов, где-то 6 или 8 этого жилищного комплекса. Анелия, скажи привет. Нет, стесняешься. Ну ладно, не говори. В общем, сейчас в Киевской области в Буче довольно прохладно. Как бы погода вообще не на 12 мая. Сегодня немного потеплело и ветер не такой сильный. Предыдущие дня три был вообще ужасный. Было очень холодно. И мы, конечно, очень недовольны этим. В общем, пойдем гулять дальше. Пойдем дальше смотреть, что тут у нас здесь интересно. Продолжаем нашу прогулку. Мы идем на площадку детскую. Мы как-то не угадали с одеждой. У нас возле дома очень холодно. А тут солнце пригревает и жарко. Но ветер прохладный. Вообще сегодня 12 мая. И как-то хотелось бы, конечно, немножечко в другой одежде ходить. Но пока так. Я надеюсь, потеплеет скоро. Хотя, судя по прогнозу, такая погода еще будет пару недель стоять. В общем, весны как таковой и не было. Ну, все такое стоит зелененькое, миленькое. Это сквер, который построили в честь героев АТО. Тут такой колокол. Улицы поливают. Я так понимаю. У тебя вчера вечером дождик был? Я ошибаюсь, это не сквер, а это площадь Героев Майдана. В 2014 году ее сделали. На площадке какие-то дети гуляют. Нелли сегодня не пошла в сад. Вот такая у нас площадка в Буче. Площадка-корабль. Тут таких много, видимо, закупила власть. Таких несколько. Паркистый такой и еще где-то. Где немного, тем лучше. А эти елочки, наверное, светятся ночью. Но мы тут еще ночью и вечером никогда не были. Тут растут сосны. Там дальше тоже такой детский скверик. Но я его позже покажу. Тоже новый, очень классный. В общем, мы оделись явно не по погоде. И как-то внезапно разогрело. Будем терпеть. Так, как я вам и обещала, показываю скверик, который недалеко от нас. Сегодня солнечный день. И вот это место, где Анелли очень любит гулять. И я вместе с ней. Там карандаши поставили. В общем, очень классно. Когда достаточно жарко, то тут пахнет соснами. Это кафе Woodstock и сауна. Не кафе, а грин бар называется. А вот такой сквер. По-моему, очень круто. Такие классные скамейки. Удобные. Скульптура. Панели, я вижу, с девочкой играет в прятки. Она у меня в поле зрения. Тут народ гуляет. В основном с детьми. Дети катаются на велосипедах. Очень ровные дорожки. Недавно видела, как тут мэр проезжал на своем сегвее. В общем, такой зеленый газон. У людей пикник. Тут очень часто можно встретить кого-то. В общем, наконец-то, после недели ужасной погоды, тёплый день. Анелия сегодня согласилась идти в садик. Мы после садика гуляем. Ого, какая большая собака. Что сюда? Не знаю, что за порода. В общем, я к ней не буду подходить. Она так грозно как-то разговаривает, страшно. Такая скульптура. Иду вернусь к своему ребенку. Тут, конечно, раздолье летом. Местные жители говорят. Еще совсем недавно здесь было ужасное место. Что-то типа свалки. И тут пили по вечерам. Распивали спиртные напитки. В общем, сидели. А теперь тут место для прогулки мам с детьми. И вообще место для катания на велосипеде, самокате и чем угодно. В общем, единственное, чего я тут боюсь, это клещей. Потому что в этом году просто какое-то безумие в соцсетях по поводу этого. По поводу клещей. Так что, когда мы придем с прогулки, надо будет осмотреть себя и ребенка. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok